Ориентировка. Имя Герман Андерс. Тяжется он. Волосы темно-русые. Да, это он. Глаза голубые. Особые приметы. На левой стороне шеи бросающиеся в глаза шрам. Длинная около четырех сантиметров. Тянется вот так. Наш план раскрыт. Метр восемьдесят пять. Темно-русые. Глубые глаза. Приятные наружности. Четырехсантиметровый шрам на шее, который нельзя спрятать на наше счастье, что его не скрыть. КОНЕЦ Телевизионный сериал «Фронт без пощады». Фильмы снимались. Юрген Сартман, Альфред Штруве, Гюнтер Науман, Петра Блоссей, Ренета Блюмерит, Ханс Тойшер, Гойко Митич, Йорк Клейнау, Герт Блохушек, Дорит Гебблер, режиссер Руди Курц. Четвертая серия. Пи-3-Х замолкает навсегда. И кто же достал вам такие изящные брюки? Цирус. Мне кажется, он полюбил вас от всего сердца. А это многое значит, особенно если такой человек, как Цирус, который нечасто относится к кому-либо с душевной добротой и теплотой, так о вас заботится. Вы уже три недели, мой гость. Конечно, не по собственному желанию, а, так сказать, по нужде. Ну что вы, не стоит, не стоит. Я охотно подожду момента, когда вам можно и нужно будет говорить, и вы будете говорить. Но до того оставим это. Но думать вам никто не запрещает. И я бы воспользовался такой возможностью, будь я на вашем месте. Такому человеку, как вы, просто необходимо задуматься. Например, о своем будущем. О том, что оно вам сулит. Дактилоскопия показала, что вы были у сейфа, и что папка с документами также побывала в ваших руках. Ошибки быть не может. А это значит, что пропавшие страницы были изъяты вами. Ваше рио-берштурмотфюрер. Ваше молоко, пожалуйста. Да, мы не нашли документы. Вы их спрятали, или закопали, или проглотили. Да, в конце концов. Мне все равно, они нам больше не нужны. Все и так теперь в наших руках. На ближайшие тысячу лет. А там посмотрим. Позвольте вам напомнить, господин Маас, что профессор Монтай обещал посмотреть пациента. Ну, приведите его сюда, Ами. Итак, что вы хотите сделать с этим списком, Андерс? Кому вы хотите его передать? Кому? Никого же не осталось. Никого. Все. И это правда. Правда, с которой и вам придется смириться, господин Андерс. КОНЕЦ А ну прочь оттуда, недоумок. Я посыльный. Первый раз здесь, извините. Тебе туда. Добрый день. Я привез чистое белье, и мне приказали забрать грязное. А вы давно работаете у Штиге? Меня приняли на работу вчера. Помощником. Добрый день. Я привез чистое белье и должен забрать грязное. А не вы передали господину Маасу, что профессор Монтай должен будет посмотреть пациента? Да, господин Розенфельд, но меня попросили проводить профессора к ним. Я сам его провожу. У вас все? Нет, там еще одна корзина. Ну так несите. Новенький. Да, господин, я помощник. Два будь про господ, у нас их больше не осталось. Все умерли. Два будь про господин. Мне перестелить постель? Не торопитесь, Аня. Решение, останется ли он у нас в гостях, еще не принято. Иди к окну. Вот что я вам скажу. Даже я пытаюсь иногда поставить себя на ваше место, Андерс. Передайте, пожалуйста, господину Штиге... Как вы сказали, вас зовут? Гайнер. Так передайте Гайнер господину Штиге, чтобы он на этот раз поторопился с бельем. Я обязательно передам господину Розенфельд. Мы всегда были очень довольны работой господины Штиги и надеемся, что все так же останется и в будущем. Так я и передам. Вот список белья. Проверьте, пожалуйста. Прошлый раз принесли на две простыни больше, а один пододеяльник и вовсе не принесли. А ну, молодой человек, помогите мне. До свидания, господин Розенфельд. И это довольно непросто, так как у меня отсутствуют те высокие мотивы, которые руководят вами. Но я все же точно знаю, что и мне в подобной ситуации пришлось бы выбирать, дорогой Андерс, между жизнью или смертью. Пора сделать выбор. Пора сделать выбор. В 16.00. Воскресенье. Возле чайного домика Сан-Суси. Напойте в полуголоса что-нибудь, чтобы голосовые связки пришли в движение. Что хотите. Но не обязательно интернационал. И вопреки всем изменникам мы верность свою сохраним, чтобы в руках у каждого веял яркий наш флаг молодежи. Картины лучшего времени, которой мы руководим. Нет и нет, Андерс. Это меня, как окончательный ответ, совсем не устраивает. Ну а вы что скажете, господин профессор? Я считаю, что все выглядит совсем неплохо. Можно даже сказать, хорошо выглядит. Уже завтра вы можете начать понемногу разговаривать. Я думаю, что потребности господина Мааса в разговоре это пока вполне удовлетворит. Я видел Германа. Я видел Германа. Я видел Германа. Я видел в окно, как Маас с Германом разговаривали. И вполне дружелюбно. А потом появился врач, этот профессор. И? И что было потом? А потом я уехал. Я должен был отвезти грязное белье. Но я успел передать этой девушке записку, где просил о встрече. И? Что она тебе на это ответила? Ничего. А что она могла ответить? Рядом все время был Розенфельд Цирус, этот коммердинер. А если она твою записку ему передаст, и он с ней пойдет в эту прачечную навстречу с тобой, и ты попадешь под подозрение, не навредишь ли ты Герману этим своим поступкам? Не подумав своей молодой горячей головой, ты приехал сюда на велосипеде фирмы. А вдруг за тобой следили, и после этого они сделают правильные выводы, и мы сможем потерять наши головы. Я хотел как можно быстрее сообщить вам эту новость. Кроме того, я был внимателен, за мной никто не следил. Гайнер, ты собираешься навсегда остаться сорвить головой, которая и остальных подвергает риску. То, что ты нашел Германа, хорошо, но как ты это сделал? Плохо. Да, ты нашел список, и это очень для нас важно. Но ты очень рисковал и рассчитывал на случай. Ты сделал все сам, без подстраховки, одним словом, нарушая дисциплину. Но успех же все оправдывает? Нет, Гайнер, ты наш соратник. Член революционной ячейки, которая называется партия. Ты добровольно стал ее членом, чтобы бороться вместе со своими товарищами по классу с общим врагом. Да или нет? Да. В таком случае действуют определенные принципы. Устав партии. И все ему подчиняются. Все. Без исключений. Устав включает в себя постановления, решения, цели, планы и указания. И то, что ты член партии и работаешь, выполняя ее задания, накладывает на тебя определенную ответственность. И ты должен со всей строгостью дисциплины выполнять задания партии. Чем напряженнее борьба, тем сложнее положение, тем более дисциплинированными должны быть все борцы партии. Ты меня слушаешь? Пойми же, самовольные действия не приведут тебя к успеху. Нельзя добиваться хороших результатов, не соблюдая дисциплины. Один раз получится, в другой раз нет. И нельзя спрогнозировать. И чаще всего результат будет отрицательный. Понимаешь? Да, Альберт, понимаю. Тогда слушай меня внимательно. План освобождения Германа принят. И как ты правильно понимаешь, ты не будешь сидеть без дела. Ты немедленно прекращаешь свою самодеятельность с этой прачечной. Но с Саней ты не должен прерывать контакт. Прошу тебя выполнять только данные тебе указаний. Никакой самодеятельности. КОНЕЦ Преимущество в 50 метров вам не помогло, мой дорогой. Даже несмотря на то, что у вашей лошади шаг шире. Все зависит от наездника. В следующий раз в группе Фюрер вам придется удвоить мое преимущество. Это вам не поможет, Маас. Кто желает от обеда с Кендрихом, у того должна быть длинная ложка. Так что у вас списка, Маас, нашли? К сожалению, нет. Пока нет. Что это значит? Пока нет. Что за ерунда? То, что вы не нашли сейчас, не найдете никогда. Ну, хотя бы этого человека. Вы уже прощупали, Маас. Из-за ранения на шее он не мог до сегодняшнего дня разговаривать. Так значит, теперь, на радости, что можно разговаривать, информация будет бить из него фонтаном. Ваши лояльные методы, уместны они или нет, не до лампочки. Но что мне не до лампочки, так это результаты нашей работы, и особенно вашего отдела. Герман Андерс был бы исключением среди таких же, как он, если бы не имел связи с русскими. Это у них, так сказать, относится к хорошему тону, если не является делом чести. Какая-то связь? Все равно, что за связь. Но все же ниточка к русским. Она мне и нужна, Маас. Она должна быть в моих руках. И только если не вмешается сам черт, мы точно прилинем к кремлю ухом. Вот для этого он нам нужен. Когда вы опять им займетесь? Сегодня вечером, Группенфюрер. И не стесняйтесь в выборе методов. Ваш успех зависит от информации, которую сообщит нам этот человек. А это сулит нам огромный успех, учитывая его знание языка. Кстати, как вам нравится Цирус? Он справляется с уходом за вашей новой резиденцией? Хорошо справляется. Даже очень хорошо, Группенфюрер. А ведь это тогда я посоветовал Витке принять Цируса на работу. Славы победы! Ваше молоко, господин Андерс. Собственно, вы давно уже должны были умереть. И не только потому, что вы послужили мишенью моим людям, а вообще. Вообще. Я вам еще нужен, господин Маас? Боже мой, да мы совсем заработались. Нет, Цирус, вы можете быть свободны. Так на чем мы остановились? На том, что я давно должен был быть покойником. Верно, верно. Не говоря уже о том, что вы стали невольно свидетелем событий, которые могут когда-нибудь стать легендой. Новые преступления способствуют забвению старых. А в таких делах вы понимаете больше. Надеюсь, вы не специально меня раздражаете. В таком случае вам известны секреты, государственные секреты, которыми вы завладели с помощью хитрости, а точнее сказать, коварства. Ваши знания имеют большую ценность. Очень большую. Любое государство заплатит вам ту цену, которую вы назовете. Это значит, что в любой момент вы можете нанести огромный ущерб родине. И эти знания могут привести вас к смерти, Андерс. Да кому я могу сообщить что-либо из вашего плана? Не держите меня за дурака, Андерс. Я вас недооценивал. Я так полагаю, что если вам все же удалось передать список, то мы, к большому сожалению, уже опоздали. Раз вы так считаете, то что вам от меня нужно? Не хотите же вы отрицать свои связи с заграницей? Ани? Я думал, что вы уже давно спите. Мне было так жарко, что я решил взять себе воды. Отличная мысль. Дорогая Аня, налейте-ка мне тоже стакан молока. Тут в комнате господ пробка перегорела. Да, вот, кажется, здесь. Вот так. Да, та самая. Ну? Послушаем. Кажется, все в порядке. Через вентиляцию иногда донесутся голоса. Надо бы ее проверить. Спасибо, Ани. Господин Розенфельд, а можно завтра во второй половине дня немного погулять? Неужели один из бравых солдат СС, который у нас тут на постой, а? Нет, нет, господин Розенфельд. Господин Маас им строго запретил. Да и я бы не стала. Мы с подругой хотели поехать на экскурсию. А во сколько? Во второй половине дня. С трех часов до семи вечера. Даю вам добро, милая. Думаешь, клюнут? Для начала пусть перехватят, расшифруют, а то, может, и заглотят наживку. Надо попытаться. Я специально использую старый позывной ПЗИКС. Они должны его знать еще с тех времен, когда они хорошо сели нам на хвост. Удастся ли ему их так достать, что они его... Он знает, и нового пути нет. Конечно, работа с нами не покажется вам раем. Нас очень многие недолюбливают. Но фюрер нас любит и ценит. Это взаимно. Мы его еще ни разу не разочаровали. Послушайте, Андерс. Вы мне нравитесь. Я приглашаю вас выпить за благополучие самой храброй команды Гиммлера и Гендриха за железную и беспощадную гвардию фюрера. Я отказываюсь пить за благополучие преступников. Охрана! Увести. А я вас ждала у озера три вечера подряд, пока не синело от холода, а потом перестала. Я даже не знаю, стоило ли мне сегодня приходить сюда, после того, как вы не явились тогда навстречу. Но вы пришли. Только не подумайте, что из-за вашего симпатичного носика. А разве не так? Может быть, вы немного и правы. Но я больше не буду передавать записки или что-то в этом роде. Это очень опасно. Вы даже не представляете, что у нас там происходит. Но мне его так жалко. Кого? Этого мужчину? Вашего другого, господина Андерса. Мы оба вчера наломали дров, господин Андерс. Вы потому что меня провоцировали, а я потому что повелся. Но давайте же всё забудем и начнём сначала. И что вы предлагаете? Моё предложение следующее. Вчера речь шла об идеологии, морали. Давайте мы оба оставим всё это в стороне. Давайте поговорим, как деловые партнёры, без штучек о мировоззрении. Я вас слушаю. Вы нужны нам как профессионал, а не как политик. За все эти годы вашей работы в партии вы стали специалистом, специалистом, если не экспертом. Экспертом по вопросам о военной промышленности. О, я знаю, о чём говорю. Вы владеете английским, испанским, немного французским и, предполагаю, немного и русским языками. Я не требую от вас ничего бесчестного, господин Андерс. Никто не требует, чтобы вы предавали своих товарищей и всего того, что за этим может последовать. Вы должны работать на нас в качестве профессионала, эксперта. Если вы желаете, только за границей. Никого не беспокоя. В нос стреляет. Просто здорово. Никогда раньше не пробовала. Ну, в таком доме это было неуместно. Йорш из берлинского белого. Шампанское пролетариата. Хорош в жаркую погоду. После двух стаканов весь мир танцует. Весь мир уже танцует. Идёмте же. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Если они узнают, что мы видимся, и что я... что я тебе помогаю, хоть и немного, Тогда я потеряю работу. Больше, Анни. Они тебя запрут. Ну, это рабочее место терять не страшно. Без работы не останусь, устроюсь куда-нибудь. Хотя я там работаю давно, и я их устраиваю. Мне у них неплохо. Хотя, хотя, просто ужасно, что произошло и до сих пор происходит. Например, ну хотя бы вчера ночью, этот камердинер, господин Розенфельд, ну ты его знаешь. Цирус. Ваше ри, господин Мас. Ваше молоко, господин Андерс. Мне уже пора Цирус. Пусть подадут машину через 15 минут. Будет сделано Гербер Штурманфюрер. Меня вызвали Генбрихов в 19.00. Он очень вами интересуется. И мне нужно будет ему рассказать о результате нашей беседы. Гербер Штурманфюр. Поэтому я так и оделся, а не для того, чтобы вам действовать на нервы. Я знаю, что в Германии есть люди, которым становится плохо при виде этого черного мундира. Гербер Штурманфюр. Мы понимаем это и не ждем от всех абсолютной любви. Народ обязательно должен почувствовать, что у нас длинные руки. И мы над этим работаем. Рано или поздно наших рук должно хватить на всю Европу и не только, чтобы никто не мог даже вздохнуть без нашего контроля. И вам дается привилегия нам в этом помочь, Андерс. Так значит, он водился с пробкой. Да. Во втором ряду сверху, с третьей слева. И голоса вдруг исчезли. Все, что я слышала, я тебе уже рассказала. Хотя я не планировала. Почему? Не боюсь. Так почему ты все-таки рассказала? Ты мне сразу понравился. А от всех тех, что там, веет опасностью. И мне от этого не по себе. А кроме того, мне кажется, они недолго останутся у власти. А что ты об этом думаешь? Никто точно не скажет. Ну, давай. Чего? Твою записку для него. Ты умница. Это очень важно. Никто, кроме него, не сможет ее отшифровать и прочесть. Можешь на меня рассчитывать. Записку я передам. У меня тут еще одна записка. Она не зашифрована. Сомни ее хорошенько и спрячь в его вещах, чтобы кто-нибудь ее нашел. Все равно кто. Твой противный нос. До воскресенья. Если я вдруг не смогу прийти, то придет Лидия. Нет. Сам приходи. Мы с тобой опять потанцуем. Это ваше последнее слово? Андерс. Нет. Окончательное решение. Масс. Ну, тогда подождем, пока господин Андерс не передумает. Один знающий человек когда-то сказал, что любого можно купить. Все зависит только от нужной суммы. И коммунисты не являются исключением. Когда топором примиряются к шее, и речь идет о деньгах, о существовании или вовсе о жизни Андерс, тогда даже в вашей так называемой чести и морали коммуниста цена сгулькин нос. Вы недолго проживете, Андерс. Но пока вы дышите, вы все время будете помнить этот момент. Поверьте мне. ЗВОНОК В ДВЕРЬ Вы пунктуальны. Это очень похвально. Господин Мааз желает, чтобы постель пациента сожгли. Завтра прибудет наша новая хозяйка, и вы будете прислуживать только ей. ЗВОНОК В ДВЕРЬ Камера номер восемь. Увезли в сопровождении Густава. Все по плану. А Ань? Она вернулась только после того, как его увезли. Замени меня здесь. ЗВОНОК В ДВЕРЬ Это план здания. Плану лет пятьдесят. Многое, наверное, уже изменилось. ЗВОНОК В ДВЕРЬ Это Гайнер. Они его увезли в управление. А девушка не успела. ЗВОНОК В ДВЕРЬ Тогда пойдем другим путем. Через нашу связь с тюрьмой. Не, слишком сложно. Герман знает, что предусмотрено на этот случай, но... Мартин прав. Это долго и сложно. Ему нужно только намекнуть, так как Аня не успела передать код. Неважно. Его надо вытаскивать. И чем быстрее, тем лучше. ЗВОНОК В ДВЕРЬ Если я захочу, то Густав разорвет рану и насыпет туда соли и перца. Я сделал вам переливание крови взамен потерянной. И я же вам ее обратно выпущу. Лично. Капля за каплей. Наше преимущество в том, что они даже не предполагают, что мы хотим его освободить. А не лучше ли было попробовать освободить его на вилле? Вот и они так думают. Не забудьте об этом. Я загружаю сегодня камни, и вы сможете доверху набросать досок сколько нужно. Подготовка камеры много времени не займет. Подобраться к ней можно будет только ночью, да и то только, если баржа не будет загружена. Тогда она будет над уровнем воды. Да, мне это ясно. Проблема только водонепроницаемости. Покроешь все дегтем, ни капли не проникнет. А воздух? Через шланг. Герман уже имеет опыт работы с такой системой. В одном старом деле применяли. Значит так. Примерно вот досюда. Тогда вы оба поместитесь. Тебе помочь? Нет. Но потом нужно будет надавить с внутренней стороны. А как мы потом со временем подгадаем? Сделаем пробную ходку. И я все подгоню так, что комар носа не подточит. А если ты потом будешь с грузом, попробуй с кем-нибудь поменяться, чтобы остаться пустым. А если не выйдет, притворюсь, что неполадка с двигателем. Альберт? Все получилось. Доставить сегодня вместе с продуктами на кухню. Отлично. Этому не положено. Поехалипус. Телевая сотня. Поехалипус. Вопреки всем изменникам, мы верность свою сохраним, чтобы в руках у каждого веял яркий наш флаг. Так поздно, они же знают, что мы сегодня... Вилла господ Маас, слушаю. Группенфюрер Гидрих. Группенфюрер? Маас, в каком состоянии ваш подопечный? Его можно показывать людям? Да. Но не думаю, что все так плохо. Он крепкий орешек. Приведите его в порядок сегодня ночью. А с утра я на него полюбуюсь. И жду вас у себя немедленно. Сейчас буду, Группенфюрер. Что случилось? Что он хочет? Не молчи. Планы подготавливаются снизу, чтобы сверху их перечеркивали. Мне немедленно необходимо к шефу. Нет. Будь оно неладно. Форму! Нет, спасибо. Я представляла себе свой первый вечер здесь совсем по-другому. Они! Они! Приготовьте мне с собой вещи из моих, те, что подошли бы Андерсу. Мы его оденем. Где господин Мас? Как где Цирус? Ну понятно же, что в камере. Я позвоню, чтобы они ждали. Аня, приготовь к нижней белье и рубашке. Поедешь с нами. Слушаюсь, господин Мас. Боже мой. Да в таком состоянии он слово промолвить не сможет. Цирус, берите машину и поезжайте к профессору Монтаю. Пусть он его еще раз приведет в чувства и, если надо, подлатает. Господин Мас, пожалуйста. Ну, Аня, я слушаю. Когда я сжигала постельное белье, то нашла вот эту записку. Она уже была такая пометая. П-3Х, П-3Х. Ничего не разберу. Что там написано? П-3Х требуется ГБФ-21, кому пойти. Где вы это нашли? В постельном белье Андерса? Между матрасами? Бумажка порвана. Он, наверное, хотел уничтожить ее, да не успел. Разберемся. Поторопитесь с вещами и профессором Монтаем. Как только Гендрих меня отпустит, я приеду в управление. Слушаюсь, господин Мас. Вот что мне принесли. Перехватывали за последние дни четыре раза. Решифровали. Одно и то же послание. П-3Х, почему не встречаете ГБР-Ю-21? Мас. П-3Х, как выяснилось, использовалось несколько раз, как позывной вашего подопечного. П-3Х, почему не встречаете ГБР-Ю-21? Вот. Это мы нашли сегодня в его вещах. П-3Х требуется ГБР-Ю-21. Кому пойти? Ему кто-то это передал? У вас? Возможно. А если это ловушка? Не может быть. Ерунда. Все ясно, Мас. Кто-то, кто не знает, что Андрес у нас, просит с ним встречи. Вам ясно, Мас? И кто же это может быть? Мас? А? Кто? Именно те, кто нам нужен. Русские. Господин профессор и медсестра идут со мной. А вы, Анни, подождете в машине. Хочу пощадить ваши нервы. Мне надо вам видеть его в таком виде. Это может быть. Что угодно. Знаю бы, что значит ГБФ-21. Или ГБР-Ю-21. Два разных обозначения. ГБР-Ю. Братья. Братья П-21. Пустое. ГБР-Ю. 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 Вот именно. ГЕСТ-Н-БР-Ю. МЕСТ-Н-БР-Ю. МЕСТ-Н-БР-Ю. ГЕСТ-Н-БР-Ю. ГЕСТ-Н-БР-Ю. В П-ЯТН-ЦУ. В 21.00. Именно так, Маас. Не понимаю. Рюмочная. Как вы не понимаете? Пивная. Сейчас же я распоряжусь, чтобы мои люди оттаскали ее. Должно быть где-то заведение с таким названием. ГБР-Ю, ГБР-Ю. ГЕСТ-Н-БР-Ю. 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 В П-ЯТН-ЦУ. В 21.00. Правильно, Маас. ГЕСТ-Н-БР-Ю. 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 В П-ЯТН-ЦУ. В 21.00. Оживленное место. Проваливается уйма народа. Можно, не вызывая подозрений, кому надо, обратиться и что-то спросить. Маас, вы настоящая ищейка. Причем одна из лучших. Завтра пятница. Уже сегодня. Надо попробовать. Хереть нам нечего. Нужно только взять мост с двух сторон под контроль. А он пускай гуляет туда-обратно, пока не клянут. И мы тут как тут. Маас, вам только останется привести его в подобающий вид. Смажьте ему горло. А я сделаю ему повязку. Никаких бинтов, пожалуйста, господин профессор. Кусочка пластыря будет достаточно. А рану на лбу закроем шляпой. Откройте рот. Мне здесь многих пришлось разбирать. А вот видеть, как их собирают обратно, еще ни разу не приходилось. Я даже на свадьбу так не наряжался. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА